Служба в органах внутренних дел Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств – честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям. Полицейская профессия, появившись на свет в ответ на определенные общественные потребности, приняла на себя тяжелую и нередко опасную заботу о физическом и духовном благополучии человека, причем человека, зачастую приступившего закон. Основное и бесценное богатство любой службы МВД – это ее сотрудники, каждый из которых противостоит на своем посту многообразным и весьма опасным противоправным проявлениям. История МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава полицейских подразделений. Сегодня основная задача органов внутренних дел состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, защите его законных интересов. ДВД Экмолинской области объявляет о наборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. ДВД Департамент внутренних дел Акмолинской области ведет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел. Работа в органах внутренних дел предполагает следующие привилегии. Это стабильная работа, социальная гарантия, бесплатное медицинское обслуживание, возможность карьерного роста, надбавка к заработной плате за звание и классность, выплата денежной компенсации за аренду жилья сотрудникам следственной и оперативной деятельности и ранний выход на пенсию по выслуге лет. Поступление на службу в органы внутренних дел осуществляется на конкурсной основе. В полицию принимаются кандидаты в возрасте от 18 до 35 лет. Прием на правоохранительную службу на должности рядового состава проводится до 25 лет с образованиями ниже среднего, на офицерские до 35 лет с высшим юридическим образованием. Есть определенные требования и к росту. Для мужчин не ниже 170 сантиметров, для женщин 160 сантиметров. Также одним из требований приема на службу в полицию на должности рядового состава является прохождение службы в вооруженных силах. На офицерские должности допускается прием призывников, годных по припустому удостоверению к воинской службе. Управление кадровой службы ДВД Акмулинской области осуществляет прием документов до конца мая текущего года. ДВД Акмулинской области всегда рады принять в ряды полиции кандидатов, которые готовы достойно выполнять задачи, поставленные перед органами внутренних дел. По всем интересующим вопросам обращаться по адресу город Кокшетау, улица Максима Горького, 35А, управление кадровой работы. Двадцать первый век – время стремительного технологического процесса. Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города еще 20 лет назад, казались чем-то нереальным из области фантастических фильмов, а сейчас стали реальностью, которая в немалой степени способствует раскрытию преступлений и выявлению различных правонарушений. В Кокшетау полицейские показали школьникам, как видеокамеры Центра оперативного управления фиксируют правонарушения. Стражи порядка уверены, увидев воочию возможности систем видеонаблюдения, подростки подумают, прежде чем совершить то или иное правонарушение. Первый день широкомасштабной акции «Подросток. Закон безопасности» ювенальные полицейские организовали для 28 школьников экскурсию в управление внутренних дел города Кокшетау и музей истории. К слову, акция уже давно стала традиционной как для полицейских, так и для самих школьников. Различные мероприятия дают возможность ребятам изнутри ознакомиться с работой полицейских, а также получить необходимую правовую помощь. Интересной и захватывающей для участников акции – это подростки, состоящие на различных учетах в полиции, оказалась экскурсия по Центру оперативного управления. Множество телеэкранов, современная техника, а также возможность воочию видеть работу видеокамер, расположенных в Кокшетау, не оставило равнодушным никого из ребят. Ежедневно видеокамеры фиксируют десятки правонарушений – это и выброс мусора, и нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии, и нарушение правил дорожного движения. Во время экскурсии школьники смогли лично убедиться в том, что каждый гражданин находится своего рода под прицелом видеокамеры, и содеянное им правонарушение не останется незамеченным. Полицейские рассказали ребятам о той ответственности, которой приводят даже самые мелкие правонарушения, а также привели несколько наглядных примеров. Множество телеэкранов задавали интересующие их вопросы о техническом обеспечении, количество видеокамер, а также с восторгом узнавали на мониторах знакомые улицы и дворы. Цель данной акции является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение правовой грамотности среди несовершеннолетних. В ходе данной акции проведены такие мероприятия, как экскурсия Центра оперативного управления, далее были проведены экскурсии в музеи, музеи города Кокшетау, проведен круглый стол. В вузах города Кокшетау, это Кокшетавском университете имени Марсахметова, далее в Документарно-техническом академии проведена диалоговая площадка совместно с общественным фондом ШАНС на тематику половая неприкосновенность несовершеннолетних, а также бытовое насилие. Сотрудниками отдела ювенальной полиции будет продолжена работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также по повышению правовой грамотности среди подростков. Профилактическая акция «Подросток. Закон безопасность» стартовала в Охмолинской области 19 февраля. В ней принимают участие сотрудники ювенальной полиции, представители заинтересованных государственных органов и общественность. В ходе акции стражи порядка также посетят детей из неблагополучных семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Проведут профилактические лекции в школах и других учебных заведениях. По информации сотрудников ювенальной полиции, самые часто встречающиеся правонарушения среди подростков – это кражи, особенно мобильных телефонов, нахождение вне дома без сопровождения взрослых после 23.00 и систематические пропуски занятий в школе. Три семерки, три девятки, 001, 002, цифры из первой десятки, первой сотки, так называемые зеркалки и лесенки – все они относятся к категории красивых номеров. Практической пользы от них, в общем-то, никакой, но на дороге при их наличии автомобиль выделяет из общего потока и относит владельца к элитным автолюбителям. Гонка за красивыми номерами началась с момента начала регистрации первых автомобилей и продолжалась достаточно долго. Но если раньше автовладельцы приобретали номера с симметричными или повторяющимися цифрами, то теперь это стало распространяться и на буквенную серию. Подробности прямо сейчас. У казахстанских автовладельцев появились новые возможности. Теперь можно покупать номера не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями. С 15 января такую услугу запустила госкорпорация правительства для граждан совместно с МВД РК. Казахстанские водители получили возможность бронировать и приобретать симметричные номерные знаки через фронт офисы госкорпорации. Для этого необходимо обратиться в специализированный ЦОН для автовладельцев, оформить заявку и оплатить госпошлину. С 1 января 2008 года вступил в законную силу получение номеров с одинаковыми буквами-значениями. Это наоборот удобство для населения. Вы можете теперь получить не только три цифры одинаковые, а также три буквы одинаковыми значениями буквами. Для этого необходимо всего лишь противоциально подать заявку. Если такие номера имеются свободно, нет наличия, вы можете их получить в течение месяца после подачи заявки. С 2014 года автовладельцы имели право покупать так называемые зеркальные номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр и букв и стать обладателем желаемых номеров на платной основе. Например, номера 077, 010, 020, 030, 707 и номера вместе с симметричными буквенными знаками обойдутся покупателям от 138 тысяч тенге до 691 тысячи. В 2017 году казахстанские автовладельцы приобрели более 4,5 тысяч номеров повышенного спроса на сумму порядка полтора миллиарда тенге. 1 января 2018 года вступила законная сила Кодекса Казахстана, где говорится, для получения номерных знаков для повышенного спроса граждане оплачивают 57 МРП за получение, начиная с 0,10 по 0,90, а также могут заказывать одинаковую букву, где предусмотрена оплата отдельно за букву на обозначение, а также за государственные регистрационные номерные знаки. Кроме того, в случае отсутствия желаемых автомобильных номеров в специализированном цоне, граждане могут заказать желаемые цифровые или буквенные обозначения, предварительно оформив заявку и оплатив госпошлину. По истечению определенного времени изготовленные номера отправляются в специализированный цон для последующей их выдачи. Продолжение следует... Вреди и опасности наркотиков, которые в свободном доступе вы можете найти в интернете и пересмотреть еще раз. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В основу профилактики наркомании положено просвещение подростков в пагубном воздействии и последствиях употребления наркотиков и алкоголя, развенчанию мифов о наркотиках, распространяемых среди современного поколения. Есть ошибочное мнение, что дети не должны ничего знать о наркотических веществах. К сожалению, в наше время открытой информацией и свободного доступа к интернету такой догмат безнадежно устарел. С начала текущего года на территории области проведено два интерактивных урока совместно с управлением образования, наркологическим реабилитационным центром и при участии молодежного ресурсного центра. В период проведения лекции, интерактивных уроков подросткам и учащимся подается информация о вреде наркотиков, последствиях потребления наркотических средств. В ходе проведения интерактивных уроков, лекций, бесед подросткам и молодежи дается информация о последствиях потребления наркотических средств, пагубном вреде на организм от употребления наркотических средств. Также разъясняются правовые последствия, то есть ответственность и уголовная, и административная. Управление по борьбе с наркотиками на постоянной основе совместно с местной полицейской службой проводятся рейдовые профилактические мероприятия по выявлению водителей в состоянии наркотического опьянения, управляющих транспортными средствами, а также в рамках еженедельных профилактических мероприятий в детстве в ночном городе проводятся рейдовые мероприятия по усилительным и заведениям как областного центра, так и области по выявлению подростков, употребляющих психоактивные вещества. Кроме того, на сегодняшний день сотрудниками спецподразделения по борьбе с наркотиками на территории области выявлено 22 факта сбытого наркотических средств, два факта охранения наркотических средств в особом крупном размере. Задержано 17 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. С начала текущего года акмолинские школьники и студенты имеют возможность получить информацию о вреде наркотиков на интерактивных уроках, проводимых сотрудниками УБН, ДВД области, совместно с заинтересованными ведомствами. Эффективность проведения интерактивных уроков очевидна. Такие уроки являются наименее затратной формой профилактической работы, вместе с тем обеспечивают максимальный охват участников. Проводиться такие уроки будут ежемесячно. В основу интерактивных уроков заложены такие приемы, как диалог с подростками, групповые дискуссии, приведение живых примеров. Всего на сегодняшний день проведено два интерактивных урока, 21 лекция, 3 встречи с учащимися, на которых разъясняются правовые последствия за правонарушения, связанные с наркотиками. Пагубные последствия на организм от потребления психоактивных веществ и наркотических средств мероприятием привлекаются специалисты молодежного ресурсного центра, лидеры общественных движений, спортсмены, которые поделились с молодежью своими успехами и достижениями в спортивной карьере. Отметим, что сегодня на учете в наркологическом центре состоит 631 наркозависимое лицо, с которыми на постоянной основе проводится профилактическая работа. Оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира» стартовало на территории Акмолинского региона. Полицейские отмечают, по статистике, квартирные кражи – наиболее часто завершаемые преступления против собственности. Люди ставят сложные замки, решетки на окнах. Но это не останавливает преступников. Совершенствуются и способы совершения краж. В ходе спецоперации участковые инспектора полиции проверили всех лиц, ранее судимые за квартирные кражи. Специально созданные рабочие группы, куда кроме сотрудников криминальной полиции вошли представители других служб ДВД, проверили территории рынков, ломбарды и другие места возможного сбыта похищенного. Сотрудники полиции также провели локальную отработку дачных массивов, гаражных кооперативов и строительных объектов с целью выявления мест хранения похищенного из квартир имущества. Всего в рамках спецоперации Акмолинские полицейские раскрыли 60 квартирных краж. Силами полицейских за период спецоперации раскрыто 60 квартирных краж, в том числе 26 раскрыты в дежурные сутки. Еще 14 преступлений числились глухарями, но были раскрыты в рамках оперативно-профилактического мероприятия. К примеру, оперативниками Жаркаинского района была раскрыта кража ювелирных изделий, совершенная в сентябре 2016 года. По словам потерпевшей, неизвестные лица проникли в ее дом и похитили золотые изделия на сумму более 300 тысяч тенге. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но полицейские проводили комплекс необходимых мероприятий, в результате которых установлена подозреваемая – 38-летняя жительница города Державинск. Вещественные доказательства изъяты. Вместе с тем, одним из действенных рычагов противодействия таким преступлениям является профилактика. Стражи порядка уверены – квартирную кражу легче предотвратить, чем после искать украденное имущество. Полицейские отмечают – предметами преступных посягательств квартирных воров становятся ювелирные украшения, денежные средства и бытовая техника. Правонарушители проникают в чужие жилища путем подбора ключа к входной двери, а также путем отжатия пластиковых окон квартир, расположенных на нижних этажах домов. Цель данного мероприятия – пресечение, выявление преступлений, связанных с квартирными кражами. Также агентационно-разъяснительная работа с населением, с частными охранными структурами КСК, сдача квартир под охрану. Также в рамках программы «Безопасный город» предлагался проект под АВО «Казахтелеком» – облачное видеонаблюдение, представляющее установку видеокамер в подъездах жилых многоэтажных домов. В рамках УПМ-квартиры сотрудники полиции наряду с разыскными мероприятиями проводили широкую разъяснительную работу с населением и напомнили жителям области об элементарных правилах безопасности. На протяжении последних нескольких выпусков нашей программы мы не показывали вам аварии, произошедшие в Акмолинской области. Чтобы напомнить о том, что за рулем нужно быть предельно внимательным, собранным и правильно оценивать обстановку, сейчас я хотел бы продемонстрировать вам небольшой социальный ролик, который, я думаю, не оставит вас равнодушными и заставит быть аккуратнее на дорогах общего пользования. Субтитры создавал DimaTorzok Как говорили мудрецы, чтобы не исправлять ошибок, нужно их не допускать. Мы подняли наш архив и выбрали оттуда несколько аварий, произошедших в Акмолинской области в период 2016-2017 год. Они служат ярким примером того, как не надо вести себя на дороге, чтобы избежать неприятных, а порой и трагических последствий. Внимание на экран. На этих кадрах водитель черной Ауди превысил скорость и на полном ходу въехал в поворачивающую налево Мазду. Авария произошла в результате невнимательности и агрессивной манеры рождения водителя Ауди. А эта авария на пересечении улицы Луэльбековой Кенесары произошла из-за того, что водитель серебристой Лады Гранды не пропустил встречный универсал, из-за чего и произошло новое остановение. В результате ДТП никто не пострадал, а вот автомобили получили сильнейшее повреждение. Здесь авария произошла по той же причине, что и в предыдущем случае. Водитель Лишневого универсала не пропустил Газель, водитель которой успел затормозить. Именно благодаря его реакции удалось избежать более серьезных последствий. К сожалению, несознательные граждане встречаются не только за рулем автомобилей, но и просто на улицах города. На этих кадрах видно, как три девушки, выпулив по сигарете и бросив окульки на асфальт, отправляются по своим делам. Этот факт не остался без внимания сотрудников полиции. А здесь аналогичное правонарушение совершили двое мужчин. Завершили и попали в объектив камеры. Полицейские не заставили себя долго ждать. Время нашей программы подошло к концу. Я искренне надеюсь, что все, что мы вам сегодня показали, не оставит вас равнодушными. Соблюдайте правила дорожного движения, цените жизнь. В случае возникновения проблем с законом сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам органов внутренних дел. А в объективе был Юрий Абердиенко. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова